Привет! Что такое пианино и с чем его едят? Пианино. 88 клавиш. Черные и белые. Все в сумме. Если хочешь посчитать, сколько белых и сколько черных, можешь заняться. Поделись этим в комментах. Разделяется пианино у нас на 7,5 октав. Самый крайний угол. Субконтр-октава. Контр-октава. Большая октава. Малая октава. Из-за них отключает ключ Фа. Он же басовый. Об этом чуть попозже. Ключ Фа у нас ушел. И освободил место ключу Соль. За что же отвечает ключ Соль? Первая, вторая, третья, четвертая и кусочек пятый. За них отвечает ключ Соль. Он же скрипичный ключ. Как бы в октаве у нас 7 нот. Когда ты садишься на пианино, то ты должен находиться как бы напротив первой октавы. И соответственно от этого играть. Левая рука обычно отвечает за басы. Те 3,5 октавы. А правая за 4 октавы с хвостиком. Соответственно, когда берется нотный стан, то сверху у нас изображен обычно скрипичный ключ, а снизу у нас идет ключ Фа. Вот. Вот здесь вот ты играешь. То, что здесь будет нарисовано, ты играешь правой рукой. То, что здесь будет нарисовано, ты играешь, соответственно, левой рукой. Ноты изображаются немножко по-разному. У ключа Соль и ключа Фа. Об этом тоже чуть-чуть позже. Сначала мы разберем с тобой ключ Соль. Он же скрипичный ключ. Почему ключ Соль? Вот эта вот нотка, она называется Соль. Она находится на второй линейке. Ноты, кстати, располагаются, я думаю, ты уже заметил, на пяти линейках. Это называется нотный стан. Либо на линейках, либо между линейках. То бишь и на линейках, и между линейках. И Соль у нас соответствует вот этой клавиши. Это пятая клавиша в октаве. Здесь у нас изображена нота До. До первой октавы. До находится вот здесь. До. На нотном стане она пишется под первой линейкой. Рисуется дополнительная линейка, и вокруг нее как бы рисуется нотка. Линейка пронизает эту нотку. Это у нас нотка До. До. Для удобства я бы тебе посоветовала подписать на время, чем-нибудь стираемым, каждую ноту. На пианино, чтобы запомнить. Дальше у нас идет Ре. Ре находится под первой линейкой. И соответственно над До. Вот здесь До, а вот здесь Ре. Дальше у нас идет Ми. И она находится на первой линейке. Следующая идет Фа. До, Ре, Ми, Фа. Фа. Фа находится на Ми, соответственно, так же, как и на клавиатуре. И на нотном стане она располагается между первой и второй линейкой. Следующая идет Соль. На второй линейке. Пятая нотка. За ней, соответственно, идет Ля. Ля шестая нота. И она находится между второй и третьей линейкой над Соль. Здесь Соль. Здесь Ля. И последнее у нас идет нота Си. Соответственно, я думаю, уже понятно. Она находится над Ля. И вот она здесь, Си. Си на средней линеечке. Третья линеечка сверху. Третья линеечка снизу. В общем, Си посередине. И оканчивается у нас все это счастье. Оно уже начинается снова на До. До находится либо перед Ре, либо над Си. До, которое находится перед Ре. В самом начале у нас была. И До, которое находится над Си, уже начинается вторая октава. Можешь, в принципе, проиграть. Чтобы было удобно, то первые пять нот ты играешь сначала До, мизинец. Безымянное – это Ре. Ми – это средний палец. Указательное – это Фа. И Соль – это большой палец. Потом третий палец приносишь на Ля. Второй – на Си. И большой – на До. Потом, когда опускаешься вниз, то бишь, ты идешь сначала как бы кверху, и ноты, соответственно, располагаются вот так вот по ступенькам. Если ты играешь обратно, то оно, соответственно, идет как бы будто ты спускаешься с горочки. Первый, второй, третий. Потом вот так. На Соль – первый, второй, третий, четвертый, пятый. Обычно на нотном стане, для тех, кто только начинает играть, ноты подписываются циферками. Один, два, три, четыре, пять. Они соответствуют пальцам руки, каким удобнее сыграть. И если сначала оно непривычно, то потом будет привычнее и удобнее играть. Когда нет пианино, но хочется тренироваться, люди играют на столе. Считаю, что это гладкая поверхность. Сейчас я не нажимаю. В принципе, у меня тут поздно уже довольно. Просто представляешь, как ты перебираешь клавиши. Если нет пианино, но есть желание потренироваться. Про черные клавиши поговорим в другом уроке. Я думаю, может, не особо большая информация сейчас дана, но все же лучше сначала разобраться вот с этим и запомнить, что за чем идет. Ну, я думаю, на этом все. Продолжение следует...